Привет, друзья! Очередной запрет на вас корма в России. В этот раз досталось итальянцам. И сейчас я вам об этом более подробно расскажу. Усаживаемся поудобнее, машем хвостиками и погнали! В этот раз досталась компания NECONPET, которая с 2005 года занимается производством кормов для животных. Изначально они специализируются на производстве сухого корма для собак, для спортивных собак под брендом ATLETIC DOG. Да, на самом деле этот бренд особо сильно у нас не распространен на территории Российской Федерации. Но на территории постсоветского пространства и в Европе он приобрел определенную популярность. На волне успеха этого бренда компания расширяет свой ассортимент и выпускает новый бренд. И он называется точно так же, как и сама компания NECON. И вот здесь она получила разделение на три независимые линейки. Безерновая, безглютеновая и линейка с высоким содержанием животных белков. Сам производитель нас заверяет, что здесь до 90% животных белков в составе. И вот как раз таки третья линейка стала разделяться для собак и для кошек. Что интересно в этом корме, так это технология обработки крахмала и углеводов. Как вы, наверное, уже все многие знаете, эти два ингредиента просто обязаны быть в сухом корме. Ну, такая технология. В данном случае используется технология, которая подвергает крахмал и углеводы различным температурным условиям. Ну, точнее, обработке. И тем самым достигается более усваиваемая форма углеводов и крахмала. Также компания позаботилась и о тех питомцах, которые сидят на натуральном питании, выпустив отдельно добавку омега-3. И здесь также она сделала три различные серии. Одна серия из чисто лососевого масла, вторая из лососевого масла с крилем и третья из семян льна и водорослей. И вот тут в октябре 2020 года Росельхознадзор вводит ограничение на ввоз продукции данного предприятия на территорию Российской Федерации. Вот этот документ. И, как вы сами уже видите, достаточно стандартная формулировка. Опять же, ГМО. Итак, подведем итог. На январь месяц 2021 года на Российской Федерации действуют следующие ограничения. На все корма для кошек и собак, которые производятся в Нидерландах. Если быть более точнее, то приостановлена сертификация на всю продукцию из Нидерландов. Также у нас действует запрет на всю продукцию канадского завода Champion Pet Food. Это, напоминаю, это Acana Origin. И также у нас действует запрет на американский завод, который выпускает Корм Пурулюкс. Но среди всех вот этих запретов есть, на самом деле, и хорошая новость. То, что практически спустя два года Росельхознадзор разрешает компании PLB International опять поставлять в Россию свою продукцию. Я напоминаю, это канадское предприятие, которое изготавливает First Choice и Pro Nature. Кто не в курсе всей этой ситуации, я сделал отдельный ролик. Вот ссылочка будет здесь и, разумеется, в описании к этому ролику. Также про Acana и Origin есть отдельное видео. Ссылочка будет на него, опять же, в описании. Вот такие, друзья, новости. На самом деле, я достаточно нейтрально отношусь к компании NECON Pet. Но меня здесь больше смущает тенденция Росельхознадзора. Запрещать. Притом запрещать, но практически с одной и той же формулировкой. ГМО. И у меня всегда возникает вопрос при очередном запрете. А что вот? Acana, Origin, Monge, First Choice больше не поставляются ни в одну из стран мира? Да нет, конечно, поставляются. И в каждой стране есть свои законы, есть свои службы наподобие Росельхознадзора. И мне почему-то кажется, что в этих странах контролирующиеся организации в первую очередь думают о нас с вами и о наших с вами питомцах. А не, допустим, как Росельхознадзор, в первую очередь думают о своих собственных интересах. Да, ну, например, какая-нибудь очередная дача на Рублевке. Либо пачки денег там в квартире, либо там яхты, либо что-то еще. Не знаем, чем они занимаются. Но мне почему-то кажется, что не о нас с вами они в первую очередь думают. Но, друзья, напоминаю, что это исключительно мое мнение, которое может отличаться от вашего мнения, от мнения Росельхознадзора и какой-либо другой контролирующей организации. Ну, а всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, держите хвост пистолетом и пока! Субтитры подогнал «Симон»!